Свердловским школьникам выпала честь попробовать обыграть легенду российского футбола. На самом деле проводит вот такой урок футбола не только в Екатеринбурге, а в восьми городах нашей страны. В городах, где сосредоточены наши предприятия, заводы, где наши дети учатся в школах прежде всего. Сегодня, вот и в эти дни, детишкам будет передано 100 тысяч мячей, будут переданы ворота, спортивная амуниция. Более 300 учеников 16 школ Свердловской области приняли участие в уроке футбола от ТМК. Одними из счастливчиков стали ребята из школы номер 17 из Полевского. Восемь полевских юных футболистов младшего и среднего возраста с горящими глазами следили за каждым движением легенд футбола. Пытались повторить их фирменные обводки. Ребят отбирал исключительно таких, которые такой средний уровень, более сильный уровень владения техникой. Ребятки уже на подобных мероприятиях бывали, уже можно сказать даже знакомы с этими игроками профессиональными. Очень ждали момента, когда можно взять автограф у Андрея Аршавина, у Андрея Тихонова также. Полевским юным футболистам одним из первых выпала честь сыграть в квадрат с Андреем Аршавиным. Ребята сейчас поиграли с легендами российского футбола. Как эмоции и впечатления? Ну, очень круто. Эмоции были. Вначале мы немного испугались, но потом уже все. Кто больше впечатлил? Андрея Аршавида. Ну, с ним в квадраты поиграли и чему-то новому у него научились? Да. Это было бы нечестно, если бы я сказал, что там они супер или наоборот они плохие. Ну, просто малыши, главное, чтобы они были увлечены этим. И после таких уроков и нашего приезда они остались в футболе и больше занимались спортом, нежели играли в компьютер, в компьютерные игры. Видно, что глаза горят у них? Ну, пока да. Ребята могли не только потренироваться, но и пообщаться со своими кумирами, задать интересующие вопросы, спросить совет, выведать какие-то футбольные секреты. ДМК вкладывается в футбол и это очень здорово, что и сейчас приехали знаменитые футболисты наши, которые для детей это вообще будет очень большое дело. Они им покажут, расскажут. И еще больше детей будет приходить заниматься футболом. Так что мы рады этому сотрудничеству. Юным футболистам посчастливилось поиграть один на один с Андреем Тихоновым, научиться знаменитым финтам Андрея Аршавина, выведать вратарские секреты и хитрости у Александра Филимонова. Экс-игрок женской сборной России Елена Терехова напомнила ребятам и девчонкам, коих тоже было немало, что футбол не только мужская профессия, а Руслан Пименов показал, как правильно пасовать и принимать мяч. На прямых не стоим. На прямых не стоим. Двигаемся. Давай, давай, давай. Вот, все. Прямись, слышишь. Здорово. Прямись, отдай. Фильм. Здорово. Удобнее передачку даем, чтобы партнеру было удобно. Раз, два. Вы посмотрите, что страна. Молодец, здорово. Вот это было здорово. После мастер-классов и уроков футбольного мастерства сборная «Легенд российского футбола» провела товарищеские матчи со всеми приехавшими командами, где в своем роде экзаменовала юных футболистов после проведенных футбольных уроков. Игры проходили до первого забитого мяча, после которого сборные школ сменяли друг друга. Не каждый день выходишь играть против своих кумиров, поэтому ребята были чересчур заряжены на то, чтобы забить гол. Порой в ущерб командным действиям, за что и платились. Но в итоге счет в противостоянии ничейный. 9-9. Добавить эмоций, добавить вот этого положительного настроя на тренировки, для того, чтобы к чему-то стремиться и играть хорошо. Ну, может быть, мы смогли. Затем сборная «Легенд» провела товарищеский матч против сборной тренеров. Тут уже именитым футболистам пришлось напрячься и попотеть. И хотя они пропустили первыми, сумели отыграться и финальный свисток вновь зафиксировал ничью, на этот раз 1-1. Завершилось мероприятие традиционными фотосессиями и раздачей автографов. При этом звезды футбола оставляли свои подписи не только на заготовленных фотографиях, но и на футболках, манишках, футбольных мячах, бутсах и даже частях тела. Ни у кого не вызывает сомнения, что эти мальчишки и девчонки – это будущее областного футбола. А при должном ответственном отношении к тренировкам они смогут засиять и на всероссийском уровне. И данный урок футбола от ТМК – это еще один большой шаг к заветной цели. Максим Исаенко, Алексей Карипанов из Екатеринбурга. Специально для новостей 11 канала.